Млекопитающие рода грызунов отряда мышиных. Крысы – один из самых древних и распространенных видов домашних вредителей. Этим летом они стали главными нарушителями спокойствия в округе. Мама, папа, дети, все их видят. Они вот туда уходят на прогулку. Сюда приходят. Только этим летом? Ну, в этом году мы только увидели, да? Да, только этим летом. До этого не видели. До этого не видели, да? Да, им здесь уютно. И они, кстати, когда я стояла вон там, и я была прямо рядом с ними, они почему-то меня не боялись. Видимо, это какие-то особенные были крысы. Да, они уже никого не боятся, по-моему. Получается, видать, то ли травили, то ли что, не знаю, молодой человек с девушкой проходили, где-то здесь она валялась, и девушке так плохо стало, что она испугалась, потому что увидела, наверное. Рядко встречают такие вещи. Они буквально гуляют по улицам, говорят жители. Жаркое лето изобилие пищи в разы увеличило крысиную популяцию. А ведь одна пара взрослых особей способна произвести до трех тысяч детенышей за год. Специалисты утверждают, благоприятные условия для их размножения создаем мы сами. Неправильная утилизация мусора – главная причина. Но, к сожалению, сюда же в эти бункеры жители бросают пакеты с продуктами, то, что не влезло в ствол мусорокамеры. И, соответственно, если здесь на улице для крыс есть кормовая база, то они этим пользуются. Пакеты с пищевыми отходами необходимо выбрасывать в специальные пластмассовые контейнеры. Сгружать строительный мусор в баки во дворах категорически запрещается. Это задерживает его своевременный вывоз, засоряет территорию и дает корм мелким вредителям. Процесс усложняется. И, соответственно, бункер, пока эта информация дает, бункер стоит полный, а люди набрасывают возле него. Появляются навалы на улице. В связи с этим хотелось бы, чтобы жители первое соблюдали порядок, что если у них есть строительные отходы, допустим, делают они ремонт, и у них есть бетон, кирпич, кафель, то они должны обязаны за свой счет заказывать бункер и увозить мусор отдельно. Подвалы, шахты лифтов, мусоропроводы и мусорные площадки регулярно обрабатываются. Раз в месяц специалисты травят грызунов и насекомых специальными препаратами. У нас происходит ротация препаратов, поскольку есть такое понятие, как привыкание. Поэтому производится закупка и раскладывается в виде таблеток, мы говорим про обработку от грызунов. Мы обрабатываем в мусорокамерах, в подвалах домов. Крысы входят в десятку самых умных животных. Они прекрасно приспосабливаются к любым условиям, обходят ловушки. Поддерживать их популяцию на безопасном уровне – задача не только ученых и специальных служб, но и каждого из нас. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.